Девушки отдыхают Их сведений Операция 40 внедрила двойного агента в группу восхождения Григорий Уивер Он должен был повредить ракету На что-то сорвалось, мой сын Эти грёбаные числа в моей голове Всем привет в четвёртой части прохождения Call of Duty Black Ops Итак, действие переносится в Казахстан На знаменитый космодром Байконур Что же забыли тут американские секретные агенты? Сейчас выясним С того времени, как Мэйсон поговорил с президентом, с президентом Джоном Кеннеди прошло 7 дней То есть на дворе до сих пор ноябрь Не знаю, на самом деле в ноябре такая погода В Казахстане что-то я сильно сомневаюсь в этом С нами снова Вудс Старый добрый друг И теперь роли Резнова будет отыгрывать он В каждой Call of Duty должен быть свой Резнов, свой Прайс Или в нашем случае свой Вудс Который будет нас везти и будет говорить что делать Несмотря на то, что даже верховный главнокомандующий сказал Что Мэйсон самый крутой, самый специализированный И самый вообще супер-пупер наёмник США Да, непонятно почему мы должны слушаться приказов Вудса Нет, 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 что-то не так Слишком высокая активность Янки-1-3, приём Янки-1-3, приём Уивер молчит Вот, смотри, что там Пошёл отчёт Это Союз-2 Запуск запланирован через 10 минут после Союза-1 Мэйсон, движение на дороге Разберись Чёрт, это Уивер Его взяли Класс, коллега, не стремится объяснить своё присутствие в комплексе Кого там ещё несёт? Сложите оружие И вам сохранят жизнь Это Кравченко, заместитель Драговича Последнее предупреждение Ничего не попишешь, Мэйсон Уивер, всё Я знаю Ваш выбор Плохо дело Сукин сына Команды виски, вы на месте? Понял, Эксерей Виски приходят на дорогу Уивер попался База повышенной боекотовности Держите, мазите Мы подходим Понял Ладно Идём Итак, сейчас у нас две цели Освободить нашего товарища Которому, по-моему, вырвали глаз О, ужас, кстати И предотвратить запуск ракеты Ну и убить Драговича Кстати, несмотря на всё Байконур смоделировали довольно точно Разработчики даже По-моему, чуть ли не переезжали в Казахстан Чтобы всё смотреть хотя бы издалека Но мне кажется В Казахстане всё-таки немного Другой климат Немного другая природа Тут всё больше похоже на какую-то Африку Какая-то пустыня Но близко к космодрома, конечно же Не может не быть пустыней Ведь там, как мне кажется Постоянно идёт Бужигание всего При запуске Ну, короче, не буду я углубляться Вот этот вопрос Чёрт его знает Не знаю На Байконуре не был И вообще сомневаюсь Что туда пускают простых людей Сейчас мы вырубим двух охранников Очень, надо сказать Прикольный ножик у Мэйсона Необычный такой И вот снова мы убиваем русских солдат Надеюсь, они были плохими русскими солдатами Лично меня совесть не мучает Наши герои сейчас будут играть в какого-то хитмана Мы должны будем оттащить трупы Спрятать их Переодеться в них И прикидываться вроде как русскими солдатами Интересный, довольно-таки интересный момент По-моему, раньше такого в Call of Duty не было И что? Спасение Уэвера оказалось важнее задание Убить Драговича? Уэвер был русским Но неплохим Надеюсь, в Воркуте ты выучил русский, Мэйсон Получается, Мэйсон в Воркуте сидел Два года и думаю, наверное Наверное, успел подучить немножко Не стрелять, маскируйся Эй, что это за шум? А, чертовы псы Если чертовы псы будут брехать, пристрелите их и дело с концов Ладно Вот черт его знает То ли в оригинале они на английском говорят То ли на русском Не знаю Сейчас мы встретимся с нашими союзниками И двинем внутрь базы Внутрь космодрома Так сказать, все ближе и ближе Продвигаемся Что ж, Убьер Попался Действуем согласно плану Выбираем момент Ладно, пошли Ведем себя спокойно, тихо, незаметно Вообще, конечно В реалии Такого просто быть не могло Допуск к космодрому Осуществлялся Через Несколько Просто Несколько Защиты То есть Нужно было пройти несколько Несколько блокпостов Иметь соответствующий уровень доступа А тут просто все открыто Что-то началось Куда-то кто-то бежит Что-то летит Я такого быть просто не могло Хотя, возможно, это Неразбериха Из предстоящего запуска Черт его знает Короче, сейчас Стелс Прекратится И начнется Типичное Мочило В духе Call of Duty Как мы помним В Call of Duty Никогда Долго у Стелса Не бывает Неудивительно Вот наши друзья Отвлекают двух охранников И Можно Готовиться К бою Сейчас ВУЦ Откроет нам дверь Давай ВУЦ Я уже соскучился Хочется пострелять Соскучился Пострелять Реально Насколько я помню Тут тоже Как-то можно Пройти Стелсом Ну Черт его знает Никуда не проходили Все время Начинала тут Перестрелку Калашников у нас Довольно-таки Интересным Прицелом Правда В реальности И В реальности Для Средней Для средней Дистанции Никуда и никто В жизни не стал На Калаше использовать Прицел Потому что Сами понимаете Его очень тяжело Удержать в руках А прицеливаться Это вообще жесть Это вот Если использовать Ваншот То есть Одной пулей То там еще можно Использовать прицел Потому что Первая Пуля всегда летит Точно Прямо По траектории Особенно если Как-то Зафиксировать Автомат Ну а так Вешать На Сорок седьмой Прицел Это Глупо Чтобы стрелять На Средних дистанциях От этих парняк Просто вырезаем Да Тут трое Трое парней на этой башне Вот и все Сейчас Вуз поднимется И мы пойдем Освобождать Нашего Нашего Попавшегося Братишку Как его там Как его там зовут Уивер что ли Вот И сейчас Новое оружие Мы с вами будем тестировать Это Арбалет С взрывающимся Наконечником Смотрите Бабах Вот это Нихрена себе Вот это Это просто Охрененно В предрелизных Трейлерах Очень-очень сильно Пиарили этот Арбалет Говорили какой он Крутой Что он можно будет Использовать в мультиплеере У машины Осторожно На самом деле В одиночке Вот этот арбалет Просто мега крутой Правда взрывающиеся Наконечники У нас скоро закончатся И это будет просто Обычный арбалет Который в бою Ну Хе-хе-хе-хе Крайне не полезный Уж лучше какая-нибудь Снайписка и винтовка Типа СВД Так и сейчас По-моему Сейчас по-моему Мы с вами Должны Выстрелить в окошко Да И съезжаем По этому троту Вот это вот Просто мега эпик Снова начинается В одной руке Автомат И В замененном времени Начинаем Себе Забевать И все Мы спасли Нашего Друга Бана Уивера Который остался Сполн без глазок Ты справа Ты слева Ты можешь идти дальше Уивер Конечно Сломал систему навигации Меня раскрыли Значит с хитростью все Теперь план Б Мы можем отменить запуск Надо добраться до командного пункта Ты его спас Дальше надо было выяснить Местоположение группы восхождения и убить Нет Я должен был убить Драговича И сейчас мы с группой оперативников Должны Предотвратить Запуск Ракеты Как мы видим Нас ограничивает во времени Всего у нас Осталось пять минут Так что Нужно поторопиться Ненавижу Когда в играх Включается вот такое вот Ограничение Просто терпеть не могу Особенно Меня это бесило Splinter Cell The House Theory Там была Такая вот Отвратительная миссия С ограничением во времени Что я просто там бесился Но тут Слава Богу Ничего нас так сильно бесить не будет Времени вполне достаточно И мы Успеем все сделать Байконур Кстати наверное Самый Знаменитый Вообще Космодром в мире Он имеет Очень большое Международное Значение Именно С Байконура Впервые Был осуществлен запуск Первого искусственного Спутника Земли И Первый полет Человека В космос Запускались Первые пилотируемые Косметические корабли Такие как Восход Восток Союз Орбитальные станции Мир И Салют Россия кстати То есть мы с вами Арендовали У Казахстана Плоть Космодром До 2050 Года этот Космодром Так что Можно сказать Он до сих пор Принадлежит нам И будет Принадлежать Еще добрых 48 лет На данном этапе Уровня Я не могу вам сказать Что нельзя Торопиться Тут уже нужно Поторапливаться Долго Отстреливаться И отсидываться Укрытия Не стоит Нужно действовать Побыстрее Да это в принципе Геймплей К этому Располагает То есть Нито нас особо Не задерживает Вроде Легко улажаться Под очередью автомата Лучше всего Конечно Здесь использовать Товашников Арбалетом Как делать нефиг Арбалет Вы сразу выбрасываете К тому же Взрывающихся Наконечников У нас не осталось Ну в принципе Особо не расстраивайтесь В будущем Арбалет нам Еще попадется И еще нам Представится возможность С него пострелять Чтобы остановить Запуск ракеты Нашим героям Кстати необходимо Дойти до угла связи И послать Сигнал отмены Поэтому мы Ограниченного времени Потому что Когда ракета уйдет То все уже будет Бесполезно Хотя в принципе У наших героев Есть Козырь в рукаве Который я спалить не буду Конечно Я понимаю Американцев Насчет Байконура Что они Сделали его В голубюде Потому что в свое время Они Очень боялись Этого космодрома И с него Спокойно Могло Могли осуществить В то время Оглобленные Советы Запуск Межконтинентальной Ракеты Причем Ни одной в день В то время Активно Трестировали Баллистические Ракеты И американцы Скажу я вам Очень боялись Байконура Ведь черт его знает Какой величины Мы могли запустить Ракету По Америке Ставим Заряд на стену И узел связи Прямо За этой Стеночкой Отходим Подрываем Входим И тут Мы видим Все Разрушили Нахрен Все уже идет Отчет Все Ракета пошла Опоздали Наши американцы Но сейчас Наши герои Используют Свой козырь в рукаве Радиуправляемая ракета И вот Таким образом Ракету Сбивают Все это выглядит Охрененно Круто конечно Практически Наверно всем Экспериментальным оружием Того времени Мы Попользуемся В Black Ops И оружие вот именно Что экспериментальное На самом деле В то время не было Ничего такого Хотя Черт его знает Чем там Пользуясь Отряды В Black Ops Мы об этом Точно никогда не узнаем И уж тем более Никогда это Не покажут в играх Наши герои Выполнили Одну из основных задач И теперь Им осталось Как обычно Смыться Смываться мы будем Через вот эти вот Тоннели Которые Кишмя просто Кишат врагами Так что готовимся К жестким Перестрелкам Вот тут Вам я уже не рекомендую Рваться вперед Можно Аккуратно Всех Отстреливать из укрытия Во времени Мы не ограничены Поэтому Можно Действовать смело Размеренно И Аккуратно Это место Очень сильно напоминает Последний Последний уровень Call of Duty Call of Duty 4 Modern Warfare Там тоже мы по бункерам Бежали Где-то стреливали Правда там народу Было побольше Тут Несколько Концентрация Преум меньше На врагов И тут Скажу я вам не так сложно Вообще Геймдизайнеры На славу постарались В Black Ops Ведь Были Надоедающие моменты В Call of Duty 4 Да и в Modern Warfare 2 Когда мы должны были Где-то засесть Удерживать Какую-то точку Например Помните Концовку миссии В Припяти В Modern Warfare 1 Но неинтересно Не нужны такие этапы На самом деле В Black Ops Слава Богу Таких уровней нет Мы всегда движемся вперед Всегда что-то делаем Всегда видим что-то новое И за это Реально просто Большой зачет Ну вот согласитесь Неинтересно Неинтересно Где-то засесть На каком-то Одном уровне И просто Остреливать Я имею ввиду На одной локации Просто Остреливать Возрождающиеся Это неинтересно Лучше прорываться Боем Это всегда круто И всегда Очень увлекательно Тем временем Мы практически Выбрались Осталось совсем Совсем немного Не знаю Сколько мы уже врагов Замочили на этом уровне Думаю Думаю Больше сотен Это конечно Не сравнится С тем Сколько мы мочим На одном уровне Зомби Но все равно Знаете Мне вдруг стало интересно А кого мы все-таки мочим То ли мы русских мочим То ли казахов Что-то как-то Не получается Их лица Рассмотреть Да и по большому счету Это не важно Главное Что они Все Работают на Драговича А Драгович это Мерзкий ублюдок Который Кстати Натворил Таких делов Для которого Он можно смело Люто Просто Люто Ненавидеть Но Пока что Никаких Спойлеров Вудс Где-то там Достало Вообще Мне ничего не помогает Я что должен всех убивать У меня уже началась Какая-то прострация Тупо всех мочу 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 Включается Эффект Call of Duty Когда мозг отключается И ты просто Играешь одними руками Просто тупо рефлекторно Всех уничтожаешь Вот Чтобы хоть маленько Мне помогал Так и все Вот это финальный коридор И мы практически Завершили этот уровень Ура Товарищи Интересный Довольно интересный уровень Один из лучших уровней В Black Ops И конечно Есть и лучше Есть и более эпичный В будущем В этом убедитесь Но и этот уровень Очень зачетный И Довольно таки Интересный В геймплейной точке зрения То есть тут Перемешиваются Несколько типов геймплея И все это Классно гармонирует С общей Базовой Механикой Call of Duty Все дорогие друзья Мы прошли этот уровень Я с вами пока что прощаюсь Увидимся в следующей части Кравченко успел Сбежать от нас Мы подобрались К самому главному Драгович был там Верно? Мы обыскали всю базу Этого ублюдка Нигде не было Мы потеряем время Он вредит Но потом мы наткнулись На лимузин Драговича Он был в моих руках Ты доволен? Нет Я не готов Я должен увидеть тело Драгович Ты убедился Что он мертв Поверь Этот ублюдок Та еще змея 4 4 0 14 А СМЕХ